Райд Гейм Райд Гейм Райд Гейм Райд Гейм Райд Гейм Я не знаю, что это была самая красивая игра 2016 года. Я с вами соглашусь. Вы действительно организовали замечательное шоу. Расскажите поподробнее о проделанной работе. Подготовка началась практически сразу после нашего финала в Дружбе. Мы очень тщательно в этот раз подошли к выбору площадки. Было несколько претендентов. И когда появилась возможность провести финалы на этой площадке, мы были приятно удивлены. Мы тут же схватились в эту возможность. И дальше мы делали все производство, сцену максимально красивую, экраны максимально большие. К сожалению, мы не смогли подвесить светодиодные экраны. Но я сейчас думаю, что уже, в принципе, может быть, достаточно было этих. Вполне достаточно. Может быть, мы даже пересветили бы светодиодный экран. Мне очень понравилась активность наших болельщиков и зрителей. Мы продали почти 9 тысяч билетов. Около того. Не все сегодня пришли. Я понимаю, что ходить два дня не все смогут. Но я искренне рад явке. Такой высокой явке. А скажите, не было проблем с арендой такой большой арены? И почему, как думаете, эта планировка настолько оказалась выигрышной? Ну, 360-планировка всегда выигрышной. Потому что игроков окружают зрители. Зрителям интересно не как в концертном зале сидеть и смотреть на какое-то театральное действие, а с элементами спортивного мероприятия. А спортивное мероприятие – это всегда арена. 360 градусов. Проблем с арендой нет никаких абсолютно. Просто эта площадка очень востребованная. И, соответственно, ну, скажем так, нужно гораздо-гораздо заранее ее бронировать. Но и окон на самом деле не очень много, потому что здесь постоянно идут хоккейные матчи. То есть нам повезло то, что сейчас перерыв в хоккейном чемпионате в апреле. И я сомневаюсь, что они вообще сдают кому-нибудь эту площадку. Потому что здесь будут играть, насколько я знаю, две, а может быть, даже три команды сразу. Скажите, вот в прошлый раз билеты распродались буквально за несколько часов. Но тогда стадион был поменьше. Но в этот раз, как вы сказали, распродалось 9 тысяч мест. Но это, тем не менее, не предел, насколько я понимаю. Как думаете, почему в этот раз распродажа билетов затянул? Ну, мы специально начали продажу билетов гораздо заранее. Не в прошлый раз, там, за две недели. Гораздо заранее. Я думаю, что август не самый хороший месяц для проведения массовых мероприятий. Многие все-таки уезжают в отпуск, хотят отдохнуть перед учебным годом. Все как бы понятно. Почему не полный стадион? Ну, в принципе, я считаю, мы продали полный стадион. У нас была одна трибуна не в продаже сначала, потому что мы хотели реализовать одно интересное техническое решение. В последний момент мы от него отказались буквально в среду. И когда его поставили в продажу, в принципе, уже все, кто хотел купить билеты, купили. Поэтому ажиотаж, конечно, хорошо, но когда у тебя маленькая площадка, да? А когда у тебя большая площадка, нужно, конечно, продавать билеты заранее. И я еще раз хочу сказать, что я очень доволен и хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам и призывателям за такую высокую явку. В будущем, на самом деле, я не знаю, надо подумать хорошо, хорошо ли иметь большую площадку, да? Или хорошо иметь хорошую площадку. Что правильное? Больше это лучше или лучше это лучше? Сейчас мы будем думать. На этом мероприятии, в отличие от прошлого, задействовано в разы больше людей. На прошлом мы могли встретить и волонтеров, и здесь они тоже присутствуют. Косплееров тоже в разы больше. Расскажите, как проходил набор именно персонала, добровольцев и так далее. Действительно, косплеи, в этот раз у нас был конкурс, да, и мы пригласили 100 лучших косплеев, за которые голосовали, в том числе и болельщики. Волонтеров мы примерно, примерно задействуем точно такое же количество, как и в прошлый раз. Потому что площадка, на самом деле, очень современная, она очень хорошо организована. И у площадки есть, собственно, персонал, который достаточно хорошо и четко работает. Поэтому, в принципе, количество, общее количество персонала, который работает на площадке, он больше, да, но количество волонтеров примерно такое же. А косплей, конечно, выделяется, существенно выделяется. И мы именно хотели из-за того, что площадка большая, пригласить максимальное количество косплея. Мне кажется, нам это удалось. Я общалась с косплеершами из самого Владивостока. Девочки летели 8 часов, у них замечательные костюмы. Но сегодня они столкнулись с такой проблемой, что одну из их троицы не выпустили на площадку, потому что у нее очень массивный костюм. И она очень расстроилась по этому поводу. Я подумала, не было бы выходом из такой ситуации, чтобы никого не обижать, сделать какой-то небольшой показ конкретно для косплееров, как проходит на Дримхаке, на Игромире, чтобы все смогли покрасоваться и показать себя. У нас комьюнити очень любит косплей. Мы в Riot Games тоже все очень любим косплей. Мы, мне кажется, еще недостаточно внимания обращаем на него. Мы всегда их приглашаем. Но какой-то более такой планомерной системной работы нету сейчас. Поэтому это конкретный случай. Вега! 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 Отлично, молодцы. На самом деле, это конкретный случай. Я думаю, что нам в Riot Games стоит гораздо более системно работать с косплеем. Потому что это часть комьюнити, причем такая очень достаточно яркая. Есть изменения по сравнению, скажем, с подготовкой к тому же самому финалу летнего сплита. Сейчас мы больше косплея пригласили. Но есть много идей, в том числе и по привлечению косплея, в том числе и постановке шоу. В этот раз сцена и сама церемония открытия, она не подразумевала такого большого вовлечения косплея, как было в дружбе. Что будет в следующий раз, мы пока не знаем, будем думать. Но косплей будет обязательно. В этот раз вы решили все-таки сделать мерч-сторы, чему я и, думаю, многие фанаты безмерно рады. В прошлый раз мы не имели такой возможности приобрести вашу продукцию. Но все-таки Riot Games не может предоставить всю разновидность, которая есть на рынке. Например, футболки с интересными принтами и тому подобное. Но эта продукция есть в СНГ и планируете ли вы как-то контактировать с такими компаниями, чтобы они помогали вам в следующие разы продавать продукцию, связанную с Легалегином? Очень хороший вопрос, спасибо большое. Действительно, мерч-стор был одним из проектов внутри финала. Мы прям обязательно хотели, во что бы то ни стало, чтобы он был. Просто сам факт, чтобы он был. И мы в большей степени пытались привести ассортимент, который мы точно сможем привести. А в следующий раз уже мы будем думать об ассортименте, скажем так, и майки с принтами, и худи, и все остальное. Сейчас задача была вот просто, просто его нужно взять и привести. Вот, поэтому был выбран ассортимент, который, ну, максимально просто, скажем так, можно было. Сроки были достаточно сжатые, да, с момента решения, когда, с момента принятия решения о мерч-сторе на ивенте до его воплощения у нас было чуть-чуть меньше трех месяцев. На самом деле это достаточно короткие сроки. Вот, в следующий раз будет гораздо больше, гораздо больше. Подклик очень хороший, опять же, спасибо огромное всем болельщикам. Будем смотреть, будем расширять ассортимент обязательно. Еще я хотела бы спросить по поводу финансовой части. Билет стоит очень мало, плюс вы организовали очень большую рекламную кампанию, которая наверняка стоила немало. Сам Ледовый дворец это тоже очень большие средства, плюс автобусы рейсовые из различных городов для фанатов, которые не могут добраться, но желают этого. И наверняка все это не окупило ваше, не окупилось. Но я так понимаю, что вы и не ставили такую цель. Конечно, нет, это мероприятие, а именно финал, да, не является целью окупить стоимостью билета затраты на его организацию. Есть задача сделать праздник для всех болельщиков, есть задача сделать спортивный праздник, потому что мы занимаемся киберспортом, и есть задача соответствовать стандартам райта. То есть мы, по большому счету, пока ничего особенно сами не придумываем, надо сказать. Мы смотрим, что делают наши коллеги в Турции, в Бразилии, в Мексике, в Корее, в Северной Америке, в Европе, и пытаемся сейчас очень быстренько скопировать какие-то максимально удачные компоненты шоу. Я надеюсь, что сейчас у нас будет достаточно большой перерыв до следующего хорошего ивента, и мы уже придумаем что-то свое такое, прям свое. Хотя мы уже, в принципе, сейчас начали придумывать что-то свое. Тему фрильорда еще до нас никто не обыгрывал, тему иния посредством видеомэппинга на хоккейной площадке тоже пока никто не обыгрывал. То есть мы начинаем что-то придумывать в своем. А экономика, именно финала, нет задачи никогда. С билетами мы скорее тестируем. В Дружбе он стоил 300 рублей, сейчас стоил 500 рублей. То есть нет задачи его продавать по полторы тысячи, либо по шесть тысяч. Мы понимаем, что это скорее такая плата, это стоимость билета, которая сопоставима с билетом в кино в среднем. Это нормально, если мы хотим собрать какой-то такой большой стадион. Это все-таки для комьюнити ивента. Это не зрелищное мероприятие, когда, повторюсь, когда цена билета окупает стоимость организации. Не раз звучал вопрос на конференции, которая была до начала этого финала, о спортивных клубах. Уже в американском ЛКСе Рик Фокс создал команду и начал продвигать это движение. Я спрашивала у Никиты Коновалова о том, представляет ли он, как ЦСКА создает киберспортивную команду. Он сказал, да, это возможно. А к вам вопрос немножко другой. Представляете вы, что спортивные клубы будут вам помогать с организацией, предлагать свои стадионы? Это как раз одна из областей синергии и областей экспертизы, которые большие спортивные организации, большие бренды могут привнести. Потому что у них уже существует структура, полностью структура. Во-первых, логистическая, менеджерская, медицинская. У них огромная экспертиза работы с фан-базой, опять же, от организации мероприятий, крупных мероприятий. Здесь как раз та точка, когда мы предлагаем интересный соревновательный контекст, а они могут в этом поучаствовать, как спортивная организация. То есть мы открыты для всех в настоящий момент. И я думаю, ну я искренне надеюсь, что в течение следующего года мы какой-то спортивный бренд получим здесь. Искренне надеюсь. Я тоже жду этого с нетерпением. Все-таки хочется, чтобы спорт начал смотреть на киберспорт как на своего родственника, скажем так. Я считаю, что они уже смотрят на это, не на как непонятное какое-то социальное явление, игра в которую играет подростки, чтобы убить время. А сейчас уже относятся к этому достаточно серьезно. Да, пока у нас в СНГ еще нет тех финансовых влияний со стороны спонсоров, которые мы там видим в Северной Америке, в Китае в том же самом. Но мы очень быстро прогрессируем. И киберспорт это как раз та область, которая способна очень быстро прогрессировать, в отличие от традиционного спорта. Вы заговорили о других регионах. Как раз мне пришел в голову вопрос по поводу нашего региона относительно остальных именно по League of Legends. Другие регионы собирают очень большое количество игроков, и это идет не только на финал, а на сезонные игры. Как думаете, вы сможете в будущем сделать подобное? Не совсем понял вопрос. Ну, чтобы такие мероприятия со зрителями, с большими экранами, аренами проходили не только на финал, а на весь сплит. А, вы имеете в виду как ЛКС, как ЛСС. Очень интересный формат. Очень интересный формат. Это даже не вопрос ресурсов и времени, хотя это тоже немаловажно. Это достаточно серьезные изменения для наших клубов, которые сейчас играют в континентальной лиге. Потому что регулярные части мы проводим в онлайне. Да, мы помогаем организациям в области аренды игровых домов, тренировочных баз. Но перевод регулярного чемпионата уже в стадии офлайна, играть в какой-то студии с большими экранами, возможно, с небольшим количеством зрителей, это такой достаточно серьезный шаг. Во-первых, организовать эту студию, потому что ее сейчас нет готовой нигде. Во-вторых, это обязательство клубов уже, чтобы игроки находились постоянно в каком-то месте. И работа со зрителями, чтобы продавать билеты, привозить. Ну, слишком много в этом проекте, слишком много таких очень сложных углов, которые нужно сделать. Конечно, хочется это сделать, но нужно смотреть на вещи реально, это вот так не получается. То есть это такой проект достаточно долгосрочный. Я не скрою, мы серьезно рассматриваем, смотрим, оцениваем. Но пообещать, что там 1 января у нас там, или в начале января у нас новый сезон, весенний сплит мы начинаем там в какой-то новой студии в Москве, в офлайне со зрителями. Ну, это, да, это скорее звучит как чудо какое-то маленькое, которое нужно совершить. Я не знаю, способны ли мы сейчас пока на чудеса, вот именно в таком формате. Это слишком большое количество сложностей, которые нужно преодолеть. Ну, реально это сложный проект, очень сложный проект. Я думаю, что на его реализацию, ну, объективно, должен уйти год, а не 6 месяцев. Не, мы серьезно рассматриваем это. Серьезно. Это нравится болельщикам, да, это совершенно другой формат соревнований. Это существенно увеличит конкурентноспособность наших клубов на международной арене, в первую очередь, да. А это, опять же, будет очень хорошо для нас посмотреть уже, кто из команд квалифицируется на MSI, на валткарте, на чемпионате мира. Не, это очень интересно, хороший вопрос. Думаем, но очень много всего там зарыто. А планируется ли в будущем создавать еще какие-то мероприятия, может быть, меньшего масштаба? В прошлый раз, в прошлом были мероприятия наподобие сона-пати и какие-то косплей-шоу. Может быть, у вас есть уже какой-то инсайт по этому? Ну, смотрите, если мы говорим про мероприятия для комьюнити, да, для сообщества, то мы хотели бы, конечно, в большей степени привязывать их или проводить их совместно с какими-нибудь киберспортивными соревнованиями. Мы, например, думаем, что, ну, недостаточно всего лишь два крупных мероприятия оффлайна, два лана в год, да. У нас было одно мероприятие было в апреле, сейчас в августе, и теперь у нас достаточно большой перерыв, да, достаточно большие каникулы. Мы думаем о проведении мероприятий, скажем так, масштаба поменьше, да, не обязательно в Москве, но одновременно с этим совмещать их с какими-то мероприятиями для сообщества. Вот такая у нас есть идея, не знаю, получится, не получится, до конца года что-нибудь делать, но стараемся. Это видно даже уже по этому финалу. Идея есть, да, опять же вопрос там реализации ресурсов. Не хочется делать плохого качества, мы сами себе планку постоянно задаем, все выше и выше, вот, поэтому если найдем хороший формат, хорошую площадку, хорошую идею, то обязательно что-нибудь проведем, какой-нибудь турнир. По поводу планки, и вы говорили лучше или больше, на этом турнире было довольно много людей, но многие уходили раньше, некоторые сегодня не пришли, и все-таки, как думаете, вот именно если говорить о больше, мы можем прыгнуть больше этой арены или нет? Я, честно говоря, не вижу площадку, которая бы комфортно разместила большее количество людей. Вот, эксперименты с футбольными стадионами, они, ну, во-первых, они возможны только в теплое время года, а в теплое время года у нас очень длинный световой день, и поэтому, и плюс неконтролируемые атмосферные осадки. И комбинации вот этого всего, чтобы было темно, чтобы было тепло, чтобы не было дождя, да, сделать очень тяжело, очень тяжело. Я не знаю, может быть, какие-нибудь современные футбольные арены, типа открытие арены, либо ВТБ, которые строят на Динамо, будут предоставлять такую возможность. Тогда можно говорить о чем-то большем. Собрать болельщиков можно в больших количествах, да, у нас комьюнити очень хорошо откликается. А выбрать площадку, где всем было бы комфортно, вот основной вопрос. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что больше, чем вот эта, да, площадка может быть комфортной для всех. Спасибо за ответы. И можете напоследок сказать несколько слов нашим зрителям? Играйте в командные видеоигры, не обязательно в Лигу Легенд. В принципе, это здорово, играть с друзьями в онлайне, собирайте команды, регистрируйтесь на турниры, побеждайте всех. Тренируйтесь потом, если что-то пошло не так, анализируйте свои игры. Это здорово, весело, современно. Отличное времяпрепровождение. Всем удачи на полях правосудия. Спасибо большое. Сначала мы скандируем «Альбус Нокс», потом «Абега-Аскадрон» вместе. Нет, я всегда была за «Абегу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова